В России в течение последнего года резко увеличилось число осужденных по статьям, связанных как раз с преступлением против половой неприкосновенности. И тут интересно, что журналисты отмечают, что особенно заметен рост осужденных по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных при отягчающих обстоятельствах. О том, каким образом российская армия и российский народ из-за этой войны превращается в общество насильников, в прямом смысле этого слова, мы сделали сюжет. А после обсудим, что с этим делать и обсудим, как происходит стычка сейчас кадыровцев и россиян. Новый виток этой эскалации объявил Аптиал Аудинов. Дождитесь. В России резко увеличилось число изнасилований после возвращения бывших осужденных с фронта. Около 150 случаев насилия с начала 2024 года и столько же с последующим убийством жертвы. Впервые, начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло. Получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым. Скорее всего, эта тенденция будет только продолжать свое статистическое увеличение, потому что количество тех, кто прошел через войну в Украине, достаточно большое. Оно исчисляется уже десятками тысяч, если не сотнями тысяч, тех, кто уже был демобилизирован. И часть из них вышли под вот этот, скажем, процесс службы в Вагнере. Такое же количество, более сотни случаев сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Российского военнослужащего из Приморского края Станислава Цабиева за последний месяц обвинили в изнасиловании как минимум двое девушек. Я не могу очень говорить. Это эмоции отца 11-летней Анастасии Якиной. Самый хороший ребенок у меня был. Девочку убил помилованный Путиным участник войны, 40-летний Владимир Александров. Он признался, что изнасиловал девочку в своей комнате, а затем перенес ее в подвал, где убил. В Кемеровской области поймали убийцу 12-летней девочки. Это бывший заключенный Андрей Быков, который оказался на свободе, уйдя на войну в Украине. 12-летняя Карина пропала утром 18 июня. Ее тело нашли в колодце спустя сутки. Быков – рецидивист. Он сидел шесть раз, в том числе за убийство. То, что происходит в России, как раз это отсутствие надзора. И вот эта категория лиц имеет определенные, скажем так, льготы или какие-то преференции. Имеется в виду те же, кто воевал, так называемые ветераны войны в Украине. Они имеют такое, знаете, несколько снисходительное со стороны правоохранительных органов отношение. И в связи с этим появляется, наверное, определенное чувство безнаказанности или какой-то более вседозволенности. Плюс предварительный опыт совершения преступлений тоже сказывается. О некоторых снисхождениях даже сам Путин заявлял. Вчерашние зэки теперь новая элита России. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении. Возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге. Да-да, вчерашних педофилов в России отправляют в школы обучать детей. Вот только некоторые из новостных заголовков о новой российской реальности. В городе Павловске Воронежской области задержан Иван Фоменко, который год назад вернулся с войны и устроился учителем в школе. Фоменко подозревает в разратных действиях в отношении 15-летнего подростка. Детей в школах Новосибирска воспитывает сидевший за убийство участник войны в Украине Никита Семьянов, которого в РФ обвиняют в педофилии. Ну и абсурднее не придумаешь. Бывший куратор игры Синий Кит, осужденный за склонение подростков к суициду, проводит уроки патриотизма в школах. Самое смешное, что преступность среди военных настолько вошла в норму, что об этом, как о чем-то обыденном, рассказывает, например, главный тиктокер Алаудзинов. Слушай, вот я нахожусь сейчас на данный момент на курсовом направлении. Я сразу же сходил к начальнику ВОД Курской области и задал ему вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом? Как только я сюда зашел, он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование другое, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделений Ахмата. Естественно, мы все с уважением относимся к чеченским братьям. Но имеют место неоднократные факты сексуальной насилия с их стороны над нашими бойцами. Аксиома криминалистики как раз и говорит о том, что безнаказанность в такого рода преступлениях, она тянет за собой только рецидив и более тяжелые преступления. Здесь, конечно же, нарушение, прежде всего, прав потерпевших, которые остаются, ну, скажем так, жертвой без надлежащего судебного рассмотрения и привлечения к ответственности виновников преступления. Расчет на то, что он может погибнуть, и фактически, скорее всего, это материал для так называемых местных род, которыми славится Россия. Больше о том, чем в дальнейшем обернется для России героизация убийц и насильников, поговорим в нашей студии. В нашем эфире появляется Ольга Курносова, глава секретариата Съезда народных депутатов, политический аналитик, главный редактор портала After Empire. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у нас, собственно, сюжет был у этих насильников-преступников, которые возвращаются на родину. Хочу с вами прям проанонсировать для нашей аудитории, мы любим эти темы. Аптилла Удинов пошел еще дальше в эскалации, и сказал, что около 200 преступлений было совершено российской армией в ходе этой войны, то есть начал жаловаться на россиян. Прекрасно, обсудим. Но что вы думаете по состоянию на сейчас? Насколько на данный момент имеет вот этот эффект насилия, которое с фронта привносят назад на гражданку российские военные? Ну, это одна из самых болезненных тем сегодня для российского общества, потому что понятно, что, с одной стороны, это возвращаются преступники, ведь, собственно, то, что начался вот эта замена уголовного наказания на участие военных действий, нарушает саму структуру правосудия. Потому что что кто правосудие? Правосудие – это система, когда за преступлением должно неизбежно следовать наказанию. Так вот, если наказания отсутствуют, если вместо наказания человек попадает в удобную для себя среду, где он может продолжать совершать преступление, потому что война – это преступление, агрессивная война – это преступление даже по российскому уголовному законодательству. Они убивают людей, и кому-то это даже нравится. Если убийца идёт на войну, и он просто продолжает убивать, и ему это нравится. И, соответственно, конечно, когда он возвращается обратно на гражданку, он не может остановиться. Он убивал до этого, он убивал на войне, он продолжает убивать, и, конечно, от этого просто население начинает сходить с ума. Я уж не говорю про права потерпевших, которых они убивали раньше. Это уж само собой. Ну и вообще люди начинают бояться ходить по улицам. Такое количество преступлений совершается. Это начинает походить на то, что мы знаем только по книжкам, на какой-нибудь 20-й век, год 19-й, когда в Петрограде, тогда бушевали бандах преступные. Without Prejustice интересный проект сделал исследование. Вот они связывают это количество насилий, в том числе с легитимизацией самой агрессии и самого просто преступления как нормы. И вспоминают выражение Путина «Нравится, не нравится, терпимая красавица», которую он использовал в отношении Украины. И приводят ужасные на самом деле данные. Вот в Оренбурге помилованный вагнеровец Юрий Гаврилов изнасиловал пятиклассников. 11-летнюю школьницу в Нижнем Тагиле изнасиловал Владимир Александров. Вот, собственно, такую статистику сейчас имеет Российская Федерация по преступлениям. Не статистику, а случаи. А теперь о статистике. И рост на 77% выросло с 71 до 126 осужденных по самой тяжкой пятой статье. Это действия совершены против несовершеннолетних и совершены повторно лицом в прошлом осужденном за подобное преступление. То есть это рецидивные изнасилования. А как вообще можно оценить это по отношению к детям? Потому что мы видим, что как раз, я так понимаю, что самых слабых, те, кто не могут дать задачи и становятся объектами агрессии так называемых этих героев СВО. Ну, тут опять-таки нечему удивляться. Потому что, собственно, когда Путин совершает военные преступления, да, мы прекрасно понимаем, что Путин военный преступник, то не надо удивляться, что он хочет как можно больше, чтобы людей в этих преступлениях были замешаны. Когда он маниакально готов убивать украинцев, не надо удивляться, что ему нравится, когда есть еще более мерзкие маньяки. Да, это, условно говоря, когда есть людоед, который ест каждый месяц по девушке, да, и появляется другой людоед, который каждые два дня ест по девушке. И вот этот, который только раз в месяц говорит, ну, слушайте, ну я-то еще приличный людоед, я дам всего один раз в месяц, а этот у вас через день, сколько он у вас девушек скушает. И поэтому то, что Путину нравится выстраивать такую, знаете ли, педофильскую, какую-то совершенно, я даже не знаю, какие слова подобрать, потому что вы уже цитировали вот эту страшненькую песенку, да. Путин думает, что мы не помним эти страшные стишки, да, мы их помним, да. Поэтому вот такая-то микрофилия, да, это же абсолютно микрофильская песенка, да, потому что он ее, как обычно, переврал, он все любит перевирать. Она начиналась, лежит милка в игроту, окончалась именно так, нравится мне, нравится, «Спи, моя красавица». Вот как-то так она была, эта песенка. Поэтому, ну что ж, ну давайте все поощрять, микрофилию, педофилию, когда старушек насилуют, это вот все, то сегодняшний день Российской Федерации, это на самом деле очень страшно, это просто абсолютное разложение, национальное, да, то абсолютное разложение, которое принес страну Владимир Путин. Тут примечательно, что Аптилла Удинов продолжает все больше и больше себе позволять. Он фактически ругается, уже спорит и с Z-военкорами, но и больше того, в российских эфирах с пропагандистами постоянно начинает, извините за такой сленг, бочку гнать на российских военных. Вот что он сказал недавно, что МВД Курской области зафиксировало 187 преступлений, как раз совершенного в регионе российскими военными в Курской области. И, ну, более того, да, он говорит, что вот не только там ахматовцы что-то воровали, больше всего воровали, говорит, российские военные, кадровики и так далее. Почему он себе это позволяет делать и не является ли это, не знаю, каким-то хорошим знаком все-таки? Ну, на мой взгляд, это знак того, что сегодня Кадыров от Путина зависит гораздо меньше, чем зависит от Кадырова Путин. Да, давайте посмотрим на историю, которая сложилась вокруг Вайлдбэс, да, когда Кадыров фактически, не фактически, а просто объявил кромную месть одному сенатору и двум депутатам Государственной Думы. И вместо того, чтобы по этому поводу возбудить уголовное дело, товарищ Брастрыкин молчит в тряпку и ничего не делает. О чем это говорит? Это говорит о том, что Путин вообще не контролирует ситуацию. А раз Кадыров может делать все, что угодно, ну, его подручный Апты Алаудинов тоже может делать все, что угодно. Он может говорить, ну, мы-то чеченцы светлые люди. Если даже кого-то мы изнасилуем, то кого мы изнасилуем, будет молчать в тряпку и никому ничего не скажет. А вы-то, русские свиньи, добавит он, ну, может быть, он забудет вот это второе слово. Но на самом деле он так подумал. И, собственно, ему кажется, вот эта безнаказанность, она есть такая производная от безнаказанности Кадырова. Я хочу, чтобы мы сейчас показали очень интересное видео. Российские военные, я вот себе напоминаю, собственно, что в чем была суть этой ситуации, записали видеообращение, ну, в которых они жаловались, конечно, на условия войны, на то, что их все бросили. И вот, собственно, они жаловались на то, что многих сажают в яму, не хватает боеприпасов, их все бросили. И я просто проанонсирую, что после этого видео их убили. Давайте посмотрим, за что. Вот сейчас этот видеофрагмент. Наш командир батальона, Радченко Сергей Сергеевич, позывной «Атлас», несколько дней назад начал обнулять наших бойцов. В прямом смысле слова, совершать самосуд, убивать наших людей вместе со своим товарищем, который относится к группе В и убивает пацанов из-за того, что они отказываются идти вперед по той причине, потому что теряют каждый заход 90% личного состава. В данный момент нас осталось мало, и мы находимся под угрозой. Под угрозой наших же командиров. Ну вот есть такой Z-блогер, зовут его Максим Калашников. Что он утверждает? Из вот всех, кто присутствовал на видео, выжил только один. Других обнулили, их командиры, то есть расстреляли. Одного же бросили на яму. Вот можете посмотреть скриншот. Он пишет, что не устают поражаться, как после этого всего они продолжают воевать за своих командиров. по приказу командира 67-й дивизии были уничтожены все, кто записывал это видеообращение. Ольга, как вы можете это прокомментировать? Можно ли вообще какой-то сделать вывод из этого? И следят ли за этими ситуациями российские военные? Ну, я думаю, что они, конечно, за этим следят. За этим следят как сами военные, так и их родственники. Кому еще не наплевать на них, кто еще не решил, что если их убьют, так и лучше, потому что денег получат. То есть те, кто вообще как-то думает об их жизни, они, конечно, за этим следят. Вопрос только в одном. Сколько пройдет времени от сегодняшнего дня до того момента, когда, как, собственно, в период революции 17-го года солдаты начнут вешать на своих командиров там, где им удастся их повесить. А вот меня волнует только этот вопрос, потому что такое отношение к людям, у которых есть оружие, оно не может бесконечно долго продолжаться. Когда-то эти люди с оружием наконец поймут, что единственный способ выжить это, собственно, вот ровно таких командиров обнулить, как они говорят. И после этого можно, например, воспользоваться предложением проекта «Хочу жить» и сдаться в украинские плены. Там они точно выживут. Я читаю заявление главы комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Тернера. Примечательно, что это республиканец. Он считает, что если военные Северной Кореи, а я напомню, что по данным нашей разведки 10 тысяч проходят обучение сейчас на территории России, как пишут различные аналитики, их могут кинуть в Курскую область для начала, пишут, что могут кинуть под видом бурятов, якутов, ну тут не важно, но все равно которые могут существенно повлиять на ход боевых действий. Так вот, он говорит, что если это будет подтверждено и они ступят в российско-украинскую войну, США должны рассмотреть возможность прямых военных действий. Звучит очень интересно, конечно, но где здесь популизм, где здесь реальность, как вы думаете, как Запад действительно отреагирует, если севернокорейские войска появятся на этом фронте? Одно точно нельзя делать, это просто выражать глубокое озабоченность. Нужно поставить все то оружие, которое необходимо Украине, нужно разрешить наносить удары по всей глубине, как считает Украина, ну и в случае необходимости нужно подумать, кто из европейских стран или Соединенных Штатов готов задействовать и свои вооруженные силы, потому что наличие на фронте северокорейских военных, это, конечно же, расширение и углубление войны, и тут просто нельзя промолчать, потому что если промолчать на эту тысячу, то завтра будет 10 тысяч, послезавтра 50 тысяч, а потом 100 тысяч, а еще немножко и будет полмиллиона, и ситуация будет совершенно кардинально различная, поэтому реагировать надо прямо сейчас. И, возможно, завершающий будет вопрос, как вам вообще то, что происходит на БРИКС, на этом саммите в Казани, вроде как с одной стороны, и приехал туда Си Цзиньпинь, и на Рендра Моди приехал, и сидели они вокруг Путина. Тем не менее, каким-то образом президент Сербии и президент Бразилии смогли не вляпаться в это, придумать какие-то причины, одно вроде здоровья немножко подвело у другого, другая встреча была запланирована с Дудой, но, тем не менее, многие появились, это факт. Получилось ли у Путина выполнить свою задачу, показать свою легитимность, точнее, показать отсутствие скорее изоляции, и получает ли он ту поддержку, на которую рассчитывает от них, и вообще, на что он рассчитывал? Ну, он рассчитывал в первую очередь на политическую поддержку, и надо заметить, что еще туда приехал на минуточку Антонио Гутереш, генеральный секретарь на Дневных Наций. О, да, о, да. Да, поэтому, конечно, политические результаты Путин получил. Он доказал в первую очередь россиянам, что он не находится в международной изоляции. Другое дело, что, конечно, для участников БРИКС, БРИКС, в первую очередь, это история про экономику. Да, а какие экономические результаты они сегодня получили, я особенно их не заметила. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты в состоянии эту ситуацию переиграть в свою пользу. Но, опять-таки, если будет какая-то жесткая позиция, если они перестанут, извините меня, жевать сопли, если будет жесткая и политическая, и экономическая. Да, вот, например, в своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорит о необходимости договариваться и опускать цены на нефть. И, конечно, если действительно удастся опустить цены на нефть ниже 60 долларов за баррель, тогда у Путина начнутся проблемы с бюджетом, он не сможет столько денег тратить на войну. Поэтому, если думать об экономике, надо думать в эту сторону. Но тут США, как самый крупный мировой игрок, должен занять жесткую позицию. Да, с Гутеррешем, наверное, одна из самых неприятных ситуаций. Вроде как ООН осуждает войну России против Украины, при этом ты приезжаешь, легитимизируешь все это событие. Фух, да ух, чем это все закончится. Спасибо большое, Ольга, за участие в эфире. Ольга Владимировна Курносова была в эфире Украины сегодня, глава секретариата Съезда народных депутатов, политический аналитик и главный редактор портала After Empire. Благодарю вас. До свидания. До свидания.